Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит и показывает в Ападом. И сегодня мы немного поговорим об искусстве книгоиздания в целом. На примере одной, казалось бы, неприметной, но очень изысканно сделанной книги. И я хочу сказать, что это не просто какой-то раритет для ценителей, для библиофилов, а это то, что может ощутить, понять и оценить по достоинству вполне себе рядовой читатель-покупатель, какие бы мы все с вами, да, я ведь тоже не бог весть, какой специалист. Просто, когда заходят разговоры об электронных изданиях, о том, что файвы окончательно вытеснят бумагу, люди чаще всего об этом рассуждают с позицией, ну, скажем так, одного малосимпатичного героя из кинофильма «Москва слезам не верит». Все будет сплошное телевидение, помните, вспомнили эту фразу. Значит, вот как-то оно по-прежнему не все сплошное телевидение, хотя уже давным-давно прошли все наобещанные по прогнозам сроки. И искусство книгоизнания – это очень сложная, тонкая, веками оттачивающаяся вещь. Десятки профессий связаны с ней, и, конечно, тут надо упомянуть не только издателя, художника, дизайнера, но и те слова, которые, может быть, не сразу и на память приходят рядовому, так сказать, потребителю книжной культуры. Это, конечно же, верстальщик, это, конечно, не только дизайнер, но и типограф, да. Это, конечно, человек, который занимается всем этим, значит, с точки зрения текста, да. Редактор, корректор обязательно должен быть у любого текста. То есть в редактировании нуждается все, даже стихи, как это ни странно, да. Ну, потому что с точки зрения банальной обывательщины, да, стихи, они вот вроде как что-то такое возвышенное, какой еще им редактор нужен, еще как нужен. А в корректуре нуждается вообще все написанное, значит, на любом из языков нашей планеты, независимо от длины и назначения текста. Вообще все. Поэтому редактура и корректура – это тоже часть искусства книгоиздания. И вот оформление. То, что бросается в глаза, и то, о чем судить легче всего. Вот у меня в руках великолепное издание, я иногда произношу в своих видеорассказах слово «эталонный». Конечно, надо со множеством оговорок этот эпитет воспринимать, вы же понимаете, законы жанра таковы, да, что кое-что все-таки нужно похвалить, ну, прям вот сверх меры, прям так, чтобы это выделялось. Но в данном случае это, в принципе, одно из эталонных решений для конкретного произведения Николая Васильевича Гоголя. Дело в том, что «Записка сумасшедшего» сами по себе пародия, да, на записки, мемуары, значит, биографические заметки, которые заполонили русскую литературу гоголевских времен, и он, конечно, отчасти пародировал эти вещи. С другой стороны, это высочайшая трагедия, да, ведь Поприщин – это тот человек, который был, значит, лишен поприща своего призвания, значит, он был смещен, да, попран с этого поля деятельности. Это совершенно не случайная фамилия говорящая, да, и там речь идет о действительно страдании, он вызывает действительно не только смех и удивление, какие изысканные кульбиты его, значит, повернувшийся разум выкидывает, да, какие он образцы сумасшествия нам дает, да, в исполнении под гоголевским пером, но это еще и сострадание человеку невероятное, вот. И, значит, вот издательство «Молодая гвардия» совместно с проектом «Мы псковские», значит, в 2004 году выпустило одно из самых интересных изданий записок сумасшедшего, которые, вероятно, вообще были, как за всю историю, значит, этой книги созданы. Сергей Викторович Любаев, художник, очень известный график, 60-го года рождения, он придумал концепцию для этой книги и воплотил ее необычайно интересно. Начнем с того, с чего начался сам видеорассказ, с искусства книгоиздания. Посмотрите, сколько тонкостей и нюансов можно заложить в оформлении книги. Вот у нас есть суперобложка, есть переплет, да, и вот эта вставочка обыгрывает, во-первых, тот авантитул, о котором я буду рассказывать, да, здесь вы видите страдающего Христа, да, в сцене страстей Христовых на гравюре 19-го века, значит, а здесь вы видите, эта вставочка повторяет как бы то же самое, что на суперобложке, но совершенно по-другому играет. Здесь размашистая, с ярко выраженным канцелярским почерком, значит, литера, знак номера, потому что это дело, это, с одной стороны, дело самого Поприщина, да, то есть история болезни, собственно говоря, да, анамнез, а с другой стороны, это дело, значит, которым он занимался, да, не забываем, кто он, по-моему, титулярный советник. И вот, значит, этот прекрасный, это литера, да, прекрасный этот знак номер, да, он еще как бы вот оттиснутся чем-то вроде клякса. Присмотревшись, мы увидим дохвую муху, которая, значит, на этом документе, а может и не дохвую, вполне себе, да нет, все-таки кажется дохвой. Это совершенно точно определяет вот атмосферу будущей книги, да, крохотная деталька, любовно, значит, выписанная и придуманная художником, да. Дальше мы встречаем, ну, я уже не буду говорить, какая бумажка тут у нас на форзации, на акзации, это отдельные изыски полиграфического искусства, но вот посмотрите, как оформлен авантитул. Это, значит, то, что предшествует титульному листу. Здесь особый шмут такой придуман, да, это не совсем авантитул, это отдельная специальная страница. Мы видим пресс-папер, это вот типа кальки, закрывающие иллюстрацию в книге, но это вовсе не калька, закрывающая иллюстрацию, это просто полупрозрачная бумага, на которой с Леонардо да Винчевской точностью выписан, нанесен подробнейший чертеж правил и схемы очинки гусиных перьев для написания канцелярских бумаг за подписью самого Поприщина, который был, значит, задействован для установления и совершенства сих правил, да, титулярный советник Поприщин, Алексей Иванович. Вот, здесь прекрасно совершенно все это распространение, это можно разглядывать бесконечно. И вот сквозь вот эту канцелярщину, да, сквозь вот эту вот, вот эту уже на грани безумия, да, по своей тщательности и размеренности, значит, регламентированности, вот эту инструкцию аккуратно сквозь пресс-папер просвечивает та самая гравюра, которую мы видели вот здесь вот на вставочке, значит, суперобложки, да. Это страсти Христовы, причем очень выразительное изображение, очень драматичная сцена, как раз при помощи щипцов, чтобы не уколоться самому, значит, глумящийся надевает на него венок, как раз ему вручили уже посох в руки, связанные, вставили, значит, палку, вместо скипетра царского накинули плащ на плечи, все цари иудейские, да, вот эта вот сцена. Конечно, вот эта трагедия, просвечивающая сквозь вот эту канцелярскую пародию, это потрясающе, без слов пересказанная, значит, суть повести Гоколя. Вот так вот Любаев поступил со всей книгой, потому что то, что вы дальше увидите, это очень нетрадиционное решение, редко встречаются такие радикальные ходы в верстке и, значит, в игре с текстом внутри книги. Посмотрите, как она устроена. Здесь у нас есть имитация альбома, то есть, вот как будто вот эта вот вставочка, она приклеена, да, справочка. Как будто здесь какая-то печать, какие-то вложены бумаги, документы 19 века. В конце книги есть примещение, что использованы реальные гравюры, книжные издания и предметы того времени. Значит, и потом текст идет следующим образом. Текст Гоголя вынесен как бы на поля, чтобы мы могли его прочитать. То есть, специально утрировано четким таким шрифтом, да, выделяются бисерным, чтобы это отчетливость, чтобы еще раз, как мне кажется, интерпретация шрифта это отдельное искусство, понимаете, это как интерпретация семантического оревого метра у Гаспарова. Значит, мне кажется, чтобы специально подчеркнуть всю четкость, всю ужасающую ясность картины безумия, да. А вот, собственно, внутри этой книги, вот, по корешку, значит, проходит, перед нами предстает, собственно, сам, значит, пакет с бумагами, потому что это частично сшитая тетрадь, да, с записями, частично разрозненные листы, видимо, хранившиеся в какой-то папке, значит, или в каком-то портфеле, да, значит, для бумаг 19 века. Безумно измятые, порванные, где-то обтрепанные, да, значит, с лихорадочными рисунками и записями. Причем рисунки необычайно талантливые, потому что Любаев здесь не подстраивается под персонажа. С одной стороны, это записка сумасшедшего, вот, они сами и есть, да, А Куголь как бы только комментирует, пересказывает нам, собственно говоря, текст, печатный текст, который должен составлять центр книжной страницы, да, он здесь как субтитры подан, да, чтобы мы разобрались, что это такое. А внутри вот это вот страшное месиво безумия. В генезисе Любаевских иллюстраций, конечно же, пушкинские рисунки на полях гениальные, конечно же, графика 19 века, различные коллажи, очень разные. Тут и игральные карты, и лубок, и гравюры, и отрывки из книг и газет, и какие-то предметы, конечно, то есть вот калаш прекрасен совершенно, вот. И все это четко носит черты вот этого безумия. То есть фактически эту книгу можно прочитать дважды, прочитать гугольский текст и как-то впитать, значит, воспринять Любаевские вот эти вот записки сумасшедшего, которые, собственно, им записаны заново, как бы, за Гуголем. Это потрясающий эффект дает, потому что даже если не всматриваться, а почерк, он не очень разборчив, черниво расплываются, где-то это слезы, где-то это, значит, кляксы, где-то это просто нервные дрожжи уки, да, несчастного поприщина, да. Это абсолютно фантасмагория. Когда ты начинаешь глядываться, ты понимаешь, что здесь не все так просто, это не переписанные тексты Гоголя. Тут есть огромное количество штук, которые не могли встречаться в этом тексте и могли быть задуманы Гоголем, да, Любаев их добавляет от себя, но они только дополняют картину безумия. В общем, вот эта вот поприщинская трагедия, трагикомедия, конечно, но при этом и трагедия, да, предвосхищающая и Палату номер 6, и все остальное, и отсылающая гораздо более страшным драмам, допустим, финал жизни Батюшкова, да, вот эта трагедия, она передана художникам с величайшей глубиной, да, то есть и одновременно сохраняется вот эта вот пародийность, какой-то такой отчасти даже злой, да, очень едкий гоголевский юмор. Это необычайно сложное впечатление от этих иллюстраций, но оно потрясающее совершенно. И вы заметили, да, что они небольшие по объему, скромные по линейным размерам, и, в общем-то, это не так, чтобы роскошный альбом у меня в руках, да, это небольшого формата книга, но впечатление она производит уникальное совершенно. Вот этот альбом заканчивается каким-то, значит, последним обрывком, клочком, да, портрет Гоголя, да, примечание, значит, выходные данные, очень оригинально оформленные книги, да, и в конце концов нас перед Нагзацем, в конце книги еще один, как бы, пресс-папер встречает, да, это, посмотрите, здесь есть бледный оттиск, это как бы оборот гравюры со страстями Христовыми, да, вот, вот, как бы оборот, то есть мы уже закрыли книгу, закрыли человеческую жизнь, она закончена, закрыли этот документ человеческий, да, и вот, перешагнув за эти рамки, пришли к вечности, пришли, а вечность, это, конечно, вечность культурного слоя, вечность русской классической литературы. Мне кажется, вот именно эту тему, эту символику передают зарисовки любаевские, которые тут совершенно четко уже к Пушкину отсылают, и, значит, к Петербургу, Пушкинской эпохи, Гоголевской эпохи, да, посмотрите, какие здесь вот прекрасные совершенно зарисовки, да, это Гоголь, архитектурные наброски и план арабесок, это то, что является оригинальным пером и оригинальным рисунком, и настолько это попадает в тон и, значит, в суть самого текста, что листая, вот, листав книгу до этого места, ты думаешь, что это Любайев сделал, что это художник, ну, продолжает свою работу. Это потрясающе, это значит, что кунгениально замыслу великого, без всяких оговорок писателя, была проделана кунгениальная работа, значит, в наши дни, в 20 веке художником-иллюстратором. Вот такое вот издание. Если мне хоть в малой мере удалось передать свой восторг от этого проекта, от того, как задумана, как хитро сделана эта книга, то тогда вы поняли, наверное, в чем разница между, значит, цифровым файлом, да, с текстом классического произведения, пусть хорошо откорректированным, отредактированным, без опечаток, без каких-то там курьезных таких вещей, да, вот, и вот такой вот книгой, держа в руках ее, не забывайтесь, вы держите за руку, значит, почти тысячелетнюю культурную, скажем, общность, да, историю, то есть вы, у вас перед глазами целая галактика, галактика Гутенберга. Вот что такое правильно изданная книга. Спасибо за внимание.